Итак, сегодня мы познакомимся с вами с измерениями, виды и способов измерений, следствия измерений, так сказать, проникнем в глубины метрологии. Так, что же такое измерение? Простым языком измерения некое количество действий, которые направлены на получение, нахождение численных значений определенного объекта, либо физической величины. Опять же, мы получаем эти значения с помощью специальных средств. Грубо говоря, мы берем с вами стол, нам нужно померить стол, это объект. Что мы с вами делаем? Мы берем линейку, то есть специальное средство, прикладываем к столу несколько раз и выясняем его длину, ну и дальнейшую ширину. Соответственно, мы делаем совокупность действий, приложили несколько раз, получили несколько значений, сложили, получили длину. Это и есть длина стола, она выражается в сантиметрах, миллиметрах, метрах, как нам удобно, но в принципе по системе измерений по международной, если это чертежи, то принято обозначать в миллиметрах, если же это просто значения, то принято изображать в метрах, ну скажем так. Так вот, измерения – это совокупность действий, выполняемых с помощью специальных средств с целью нахождения численных значений измеряемой величины в принятых единицах измерения. Увидев определение измерения, сразу вспоминаем стол, линейку и нас. Хорошо, с измерением мы разобрались. А зачем же нам нужно измерение? Что является целью измерения? Здесь все еще намного проще. Измерение – это получение значения физической величины, которое характеризует объект, силу или что-то другое. Грубо говоря, зачем нам нужно измерение? Чтобы получить характеристику. Зачем нам нужно мерить стол? Чтобы получить его длину и ширину, и узнать, встанет он в комнату или нет. Зачем нам нужно мерить отверстие? Чтобы узнать диаметр и понять, зайдет в него что-то, или оно на что-то налезет или нет. Узнав цель измерения измерения, можно составить основное уравнение измерений. Здесь все просто. Обратите внимание на слайд. У вас дана формула x равно q в модуле x, где x просто – это физическая величина. Модуль x – это принятая для нее единица измерения, метра, сантиметра, миллиметра и так далее. q – это числовое значение физической величины в принятых единицах измерения. Допустим, длина стола обозначаем буквой L. Вместо x ставим L. L равно q. Длина стола, допустим, 2 метра. Пишем L равно 2 в скобочках m метра. 2 метра. m большая. Так, а что же такое измерительное преобразование? В дальнейшем у нас ставится вопрос именно об измерительном преобразовании. Измерительное преобразование – это установление однозначно, соответственно, между размерами двух величин. Преобразуемые входной преобразованы в результате измерения выходной. Здесь все просто. Чтоб не заучивать такие термины, можем вспомнить с вами простой спидометр на машине. Согласитесь, что скорость машины посчитать линейкой невозможна. Для этого нам нужен преобразователь. То есть устройство, которое будет преобразовывать некое физическое явление в физические значения, характеристику величины, которая нам будет удобнее. Буквально скорость вращения колеса преобразуется в стрелочку, в графическое изображение на экране, с помощью которого мы можем выяснить, с какой скоростью мы двигаемся. Соответственно, это и есть измерительное преобразование. Виды измерительных преобразований. Что ж, виды измерительных преобразований делятся на несколько групп. Мы с вами сейчас разберем первую группу. Первая группа представляет собой величины на определяющие отношения. Как указано на слайде, это слабее, сильнее, мягче, твержее, холоднее, теплее и другое. Чтобы банально, опять же, не заучивать огромное количество определений и вникать в это все, мы с вами натренируем память на то, что первая группа – это ветер. Ветер бывает сильнее, слабее. Соответственно, движение атмосферы сильнее или слабее. Ветер сильный, слабый. Это первая группа – отношения. Со второй группой немножко посложнее, но я думаю, мы с вами справимся. Ко второй группе относятся величины, для которых отношения порядка определяются не только между значениями величины, но и их диапазоном, то есть разностью значений крайних величин. Давайте возьмем с вами обычный термометр, он есть у всех дома, я больше чем уверен. Можно взять термометр медицинский, можно взять, который предназначен для измерения температуры воздуха. Так вот, возьмем два параметра. 5 градусов и 10 градусов тепла, и 20 градусов и 25 градусов тепла. Случаются эти параметры буквально на 5, то есть между 5 и 10 разница 5, и между 20 и 25 тоже разница 5. Но мы можем с уверенностью сказать, что 20 градусов намного больше и намного теплее, чем 10. Вот как раз таки и есть нюанс второй группы. То есть в данном случае отношения порядка величин плюс 25 теплее, чем плюс 10, а отношения порядка разности крайних значений первых величин соответствуют разнице крайних значений вторых величин. То есть 25 гораздо теплее, чем 10, но разница между двумя показателями у них одинаковая. Третья группа. Последняя группа, она немного проще, чем вторая группа, легко заучивается. Характеризуется третья группа тем, что с величинами возможно выполнять операции подобных сложению или вычитанию. Здесь, как показано на картинке, мы возьмем, в пример, обычные весы. Да, все ходили на рынок, все помнят обычные торговые весы. И чтобы измерить массу объекта, мы добавляем гирики на противоположное значение. Ставим там килограмм, килограмм плюс 0,5, это полтора килограмма. Вот как раз сложение килограмма и двух этих маленьких гирек, двух этих значений массы, это и есть третья группа. То есть мы можем сложить показатели значений. Берем две гирки по 0,5, складываем, получаем килограмм. Это и есть третья группа. Допустим, с ветром мы так не сможем сделать. То есть с первой группой такого невозможно сделать. Теперь мы поговорим, что же такое вид измерений. Мы знаем, что есть разные виды измерений, что измерения бывают разные абсолютно, и что стол нельзя померить тем же видом измерений, что и скорость и так далее. Все мы это прекрасно понимаем, мы с вами умные люди. Давайте разберем. Первое. По способу получения результата измерений делится на... Первый, конечно же, вообще первый вид измерений, он делится на несколько подвидов. Давайте разберем один из них. Косвенные измерения. Это искомое значение становится по результатам прямых измерений таких величин, которые связаны с искомоопределенной функциональной зависимостью. То есть это измерения, проводящие по косвенным признакам. То есть мы меряем не прямо напрямую, не саму физическую величину, а нечто, что способствует этой физической величине. Ну, если привести кратко пример, то ширину стола можно вычислить. Так же, как и длину стола, тоже можно вычислить. Не нужно нам проводить прямые измерения, чтобы в этом убедиться. Есть математические формулы и, соответственно, есть другие способы измерений. В. Прямые. Это разительное отличие. Это непосредственное сравнение физической величины с ее единицей. Если в первом мы в памяти, если в косвенных измерениях мы в памяти сравнивали величины, в памяти брали косвенные признаки величины, то в B, в прямых видах измерений, мы непосредственно сравниваем физическую величину с единицей. Ну, допустим, мы берем килограмм, эталонный килограмм, о котором мы говорили на прошлом уроке. Эталонный килограмм и сравниваем его с таким же килограммовым, ну, допустим, килограммовым куском мяса. И вот, мы знаем, что эталон не может нам врать. Эталон есть килограмм. А кусок мяса весит чуть больше килограмма или чуть меньше килограмма, значит, он не может весить килограмм. Значит, с помощью этой разницы мы можем найти, сколько весит кусок мяса. Прямые – это непосредственное сравнение физической величины с единицей. Дальше. Следующие методы. Шесть методов прямых измерений. Мы поговорили с вами о косвенных и прямых. Прямые методы тоже делятся на несколько подгрупп. Я не прошу вас запоминать именно иерархию всю эту. Достаточно просто запомнить термины. Метод непосредственной оценки. Да, тут что-то слетела она. Странно. Ну, да ладно. Досрит, наверное, уменьшим, наверное, чуть-чуть. Вот, да, так будет лучше. Итак, шесть методов прямых измерений. Прямые измерения делятся на шесть методов. Первый метод. Метод непосредственной оценки. То есть мы смотрим, грубо говоря, на стол и говорим, он метр. Да, тут будет погрешность огромных измерений. Мы не можем сказать точно, сколько он. Но мы сделали непосредственную оценку и сказали, что стол равен метру. Плюс-минус – это уже сама погрешность. Сам метод характеризуется очень быстрым способом получения результатов, но и настолько же большим способом получения погрешности. Метод сравнения с мерой. То, о чем я говорил об эталоне и куске мяса. Да, мы сравниваем кусок мяса с эталоном. Следующий метод. Дополнение, где значение измеряемой величины, дополняются меры этой же величины. С таким расчетом, чтобы на приборе сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению. Здесь более сложные измерения. Соответственно, здесь нам нужно получить некие два значения, два параметра характеристики, которые при сложении будут равны некому заданному сумму. То есть, допустим, берем килограммовую гирю эталон. И нам нужно два значения, которые получат именно этот килограмм, заданный заранее килограмм. То есть, 0,5 и 0,5, допустим. Да, мы их сложили, и нам прибор показывает, что это килограмм, он равен килограмму. Дифференциальный метод. Следующий, это четвертый у нас метод. Он характеризуется измерением разности между измеряемой величиной и известной величиной воспроизводимой мерой. То есть, мы можем сказать, что, допустим, у нас есть мера эталонная. Опять же, возьмем массу. Ну, нравится мне эталонный килограмм. Он более точный. Возьмем килограмм. И можем сказать, что измеряемый объект, ну, допустим, на 200 грамм меньше. Соответственно, мы вычитаем из килограмма эти-то значения и получаем массу измеряемого объекта. Соответственно, это и есть дифференциальный метод. Пятый, нулевой метод. Аналогичный дифференциальному. Все то же самое, только вместо эталона, вместо известной величины. В принципе, известная величина может быть не только эталоном, она может быть любым заданным условием, заданным параметром, заданным значением. Но нулевой метод, вернемся к нулевому методу, он подразумевает о том, что мы отнимаем, либо же складываем к нулю. Именно к параметру, то есть, ноль мы берем за эталон, за значение. Соответственно, дальше все то же самое, что и в четвертом способе. Шестое. Приведем пример. У нас есть не эталон, не килограмм, а есть показания на стрелочке на приборе ноль. Так вот, чтобы узнать... Ну мы знаем, что, допустим, масса объекта, она на 200 грамм, скажем так, ну на 200 больше нуля. И, соответственно, мы прибавляем к нулю 200 грамм и узнаем, что масса, допустим, куска мяса 200 грамм. Или же, допустим, расстояние от точки А до точки Б, у точки А это расстояние равно... Ну, не расстояние, а скажем так, начальная точка, эталон, который мы берем, это ноль. То есть, если в первом, в четвертом случае дифференциальный метод характеризовался эталоном, то есть, эталон мы брали килограмм, эталон это метр, эталон это еще что-то, любое значение, любое значение, которое известно. Но значение может быть и 6, и 7, и 10, любое от величины. А нулевое это всегда ноль. Так, метод замещения. Метод замещения один из самых трудоемких, и мне он не сильно нравится, но его надо знать. Метод замещения это метод сравнения с мерой, в которой измеряемую величину замещают известной величиной воспроизводимой мерой. Что значит воспроизводимой мерой? То есть, если мы возьмем эталон метра, то воспроизводимая мера это будет метр. Эталон воспроизводит свою же меру, то есть, метр. Один метр. Метод замещения, то есть, мы замещаем, соответственно, в метре у нас 100 сантиметров, и мы можем принять физическую величину не как в метровых единицах, а в сантиметровых. То есть, грубо говоря, мы пишем 100 сантиметров. Это метод замещения. Так, теперь мы переходим, возвращаемся к нашему первому пункту виду измерений и продолжаем. Был у нас А, Б, косвенные прямые, теперь у нас В, совокупные измерения. Совокупные измерения основываются на решении системы уравнений, составляемых по результатам одновременных измерений нескольких одноименных величин. Что это значит? Это значит, мы берем, допустим, стол тот же самый, и делаем несколько измерений рулеткой. Сделаем раз измерения, замерили, длина 2 метра, потом еще раз замерили, 3 замерили, 4. Или же гораздо проще, берем стол и меряем его линейкой. Раз приложили линейку, отметили два, приложили линейку, отметили три. Так вот, совокупность измерений, это и есть система уравнений. То есть, мы берем и, скажем так, складываем все наши измерения в одну величину. Или же мы берем и делаем из выборки измерений, то есть определенное количество измерений, выбираем то, которое более точно к нашему эталону. Совместные измерения. Это одновременное измерение двух или нескольких неодноименных физических величин для определения зависимости между ними. Здесь немножко попроще, чем в варианте В. Просто можно запомнить также на примере. Допустим, мы, чтобы найти, грубо говоря, скорость, мы можем по уравнению физики путь разделить на время. Измерение скорости заключается... Ну, вообще, совместное измерение в большинстве случаев это уравнение, математическое уравнение. Банально, опять же, зависимое сделаем. Чтобы найти скорость, нам нужно поделить проделанный путь автомобилем на время. Динамические измерения. Динамические измерения связаны с такими величинами, которые изменяют свой размер во времени. Ну, здесь все намного проще. Банально возьмем с вами баллон с газом и немножко встраиваем с него давление. Да, давление будет меняться у баллона с газом в течение времени, если у него есть протечка. Или при нагреве, или, возможно, при охлаждении. Второй пункт. По числу измерений величины различают. Мы закончили с вами первый пункт на предыдущем слайде, сейчас переходим ко второму. Однократное измерение. Когда одно измерение соответствует одной величине, то есть число измерений равно числу измеряемых величин. Взяли рулетку, померили стол. Один раз мы померили. Стол 2 метра. Все, это однократное измерение. Взяли еще раз рулетку, еще раз его померили. Два измерения, два значения. Все равно это однократное измерение. Многократное измерение. Когда число измерений превышает число измеряемых величин. Ну, соответственно, в первом случае мы мерили длину и ширину стола. А здесь мы меряем стол, длину стола, но раз 10. И получаем 10 раз значений. И, как показывает практика, всегда они будут разные в большинстве случаев. По характеру результаты измерения делятся на. Это третий пункт. Есть абсолютные измерения, есть относительные измерения. Абсолютные измерения это такие, при которых используют прямое измерение одной, иногда нескольких основных величин и значения физической константы. То есть, мы знаем, допустим, что скорость света у нас есть одно значение, это константа, и она, в принципе, никогда не менялась. И благодаря этому мы можем... Давайте нет, возьмем скорость звука. Есть константа, которая не меняется, которую мы знаем, это и звуковой предел, звуковой порог мы благодаря этому знаем, и скорость звука. Так вот, мы берем и используем прямое измерение скорости звука, и, соответственно, сравниваем со значением физической константы этой скорости звука. И находим, что, допустим, самолет двигался с превышением скорости звука, либо же, допустим, немножко не достиг предела перехода превышения скорости звука, и так далее. Дальше. Относительные измерения. Это установление отношений измеряемой величины к одноименной величине, применяемой в качестве единицы. То есть, в качестве единицы мы берем, допустим, один метр и устанавливаем отношения измеряемой величины. То есть, больше метра, равно метру, меньше метра и так далее. по условиям проведения измерения делятся на 4 пункт наш это равноточные и неравноточные соответственно равноточные это допустим все 10 измерения длины стола будут между собой одинаковые что в принципе очень редко случается неравноточные все измерения стола одной и той же длины одной и тоже одним и те же человека в одних и тех же условиях одним и тем метрам будут различаться на этом мы не будем сильно останавливаться это все будет дальнейшем теперь мы с вами разберем мы с вами разобрали виды измерений теперь согласитесь что надо бы разобрать средство измерений с помощью чего мы вообще проводим измерения дате остановимся что такое вообще средство измерения скажем просто средства измерения это то чем мы можем померить физическую характеристику объекта либо же какого-либо условия по техническое средство или комплект у вас на слайде представлен современный штат генциркуль с высоким классом точности можете видеть у него электро дисплей который позволяет нам высчитывать который позволяет нам проводить измерения с высоким результатом точности поговорим о нем немножко дальше виды средства измерения с измерения в простейшем случае производят две операции обнаружение физической величины сравнение неизвестного размера с известным или сравнение откликов на воздействие известного и неизвестного размера что это значит первое обнаружение физической величины мы взяли метр с вами померили стол получили значение это и есть обнаружение физической величины то есть непосредственно непосредственно мы обнаружили длину стола сравнение неизвестного размера с известным берем эталонный килограмм ставим на весы у нас известный а известен килограмм кладем кусок мяса неизвестное значение и сравниваем их так теперь отличительные признаки отличительными признаками средств измерения является умение хранить или воспроизводить единицу физической величины здесь сейчас я немножко прерву здесь главное вам запомнить зазубрить заучить отличительные признаки средства измерения потому что часто люди путают средства измерения с обычным объектом который не позволяет нам измерять так вот что значит умение хранить или воспроизводить единицу физической величины опять же возьмите рулетку обычную на ней указано деление то есть она умеет хранить единицу физической величины на ней указаны сантиметры миллиметры метр это и есть хранение физической величины да у нее есть погрешность да возможно это очень далеко от эталона но тем не менее она хранит единицу физической величины воспроизводить мы поговорим об этом немножко позже когда дойдем до преобразователей неизменность размера хранимые единицы смысл заключается в том что мы не можем на метре сами отметить или поменять нет мы того конечно можем она уже будет не соответствует эталону соответственно на метре с течением времени или же там благодаря нагреву или охлаждению разметка особо не меняется она не съезжает не убегает ничего то есть как а ее занесли согласно то он так она и есть так теперь мы вот все говорим измерения там средства измерения мира что же такое мера дать поговорю что такое мера мера это средство измерения предназначенная для воспроизведения или хранения физической величины заданного размера вот у вас даже пример есть на слайде это набора советский по моему набор мер для изучения посадок шероховатости и соответственно зазоров есть меры разные это пример просто если он спросит что такое мера просто вспомните гирю гиря и то есть как раз таки мера измерительный преобразователь вот о чем я говорил ранее мы сейчас о нем с вами и поговорим измерительный преобразователь это техническое средство предназначено для выработки сигнал измерительной информации форме удобной для передачи все на этом мы остановимся теперь давайте просто подумаем вот это вы должны выучить и все остальное в принципе можно додуматься самому и догадаться измерительный преобразователь обычный спидометр возьмем возьмем обычный спидометр мы не можем скорость машины измерить линейкой как я уже раньше говорил поэтому берем спидометр это и есть преобразователь он преобразует движение колеса вращения вокруг своей оси и передает нам в графической форме он показывает стрелкой с какой скоростью движется машина грубо говоря с какой скорость вращается колесо это очень грубо говоря есть конечно огромная разновидность преобразователей те же самые тензо датчики пьезо датчики и так далее тензо датчики помогают нам видеть температуру мы же не представляем что в духовке температура сразу показывается нам стрелочка нет стрелочка нам просто графически выводит информацию а благодаря сложным устройством датчиков мы получаем эту информацию мы об этом мы поговорим более подробно на свечи презентации с еще уроки измерительные приборы измерительные приборы это средства измерения предназначены для переработки сигнала измерительной информации другие формы доступны для непосредственно восприятия наблюдателя то о чем мы с вами говорили но давайте вот мы поделим измерительные приборы на приборы прямого действия приборы сравнения приборы прямого действия непосредственно ну наверно вряд ли кто ну мало людей встречали ну скажем так ладно все мужчины встречали амперметр и вольтметр для девушек на это будет сложнее но все же амперметр это прибор прямого действия мы подключаем его к току и он сразу нам показывать силу тока все в принципе то есть прямое действие приборы сравнения это сравнение с мир и то есть мы берем допустим ну давайте такую вещь простую как измеритель давления домашний до до который показанное изображение мы его одеваем и как узнать норму мы видим показания которые нам дает там удары сердца в определенные промежуток при определенном давлении но чтобы понять нормально эти удары или нет мы их сравниваем сравниваем соответственно с известным значением нормы считается 120 на 80 если мне не изменяет память это косом в космонавту можно идти так вот мы сравниваем наше давление с нормой следующий слайд по степени индикации значений измеряемой величины измерительные приборы подразделяют на показывающие и регистрирующие здесь еще намного проще просто запомните что по степени индикации есть показывающие регистрирующие показывающие это обычный монометр который нам показывает значение давления Регистрирующий это, ну все, я думаю, делали ЭКГ. Он не только нам показывает, но и регистрирует на бланке. Следующее. Измерительные системы и установки. Здесь уже идет тема намного сложнее, но мы ее коснемся более доступным языком. Что же такое установки и системы? Установки системы это совокупность функционально объединенных автоматизированных или автоматических средств измерения. Все, на этом мы остановимся. Теперь поговорим простым языком. Грубо говоря, это набор систем измерения. Совокупность. Несколько средств измерения. Набор средств измерения предназначен для измерения одной физической величины. Допустим, нам нужно измерить давление в баллоне с азотом. Ну, допустим, в баллоне с кислородом. Бог с ним. Для этого нам нужен, соответственно, сам манометр, несколько клапанов. Можно даже измерить попутную температуру этого кислорода. То, что в баллоне находится температура окружающей среды. Добавляем термометры. Это уже и есть система. То есть, помимо манометра, у нас есть термометры, которые взаимодействуют одновременно и показывают нам не только давление кислорода, но и его температуру попутно. А можно даже, в принципе, использовать это и для воды. Ну, тут главное запомнить, что это совокупность средств измерения. Перезазначен для измерения одной или нескольких физических величин. Все это считает. Измерительные принадлежности. В принципе, это все, что помогает нам измерять, проводить измерения и обеспечивать условия, в которых будет наименьшая погрешность. Кстати, насчет погрешности. Она будет всегда. Нет никогда измерений без погрешности. Но погрешность можно свести к минимуму. Так вот, измерительные принадлежности. На первом слайде вы видите обычные измерительные принадлежности. Это та же самая линейка. Это угловые линейки. Они нам помогают мерить углы, соответственно, размеры. Просто помощь. На второй картинке более сложные вспомогательные средства. Но задача у них всегда одна. Помогать проводить измерения. сделать его более качественным и с меньшей погрешностью. Все вещество. Так. Теперь мы поговорим. А, мы пропустили слайд, по-моему, один. По метрологическому значению. Сейчас я напомню, мы все говорим о средствах измерений. И все, что с ними связано. По метрологическому значению средства измерений делятся на рабочие средства измерения, эталоны. Рабочие средства измерения и эталоны. Чем они отличаются? Ну, само из названия следует, что эталоны – это что-то такое, что нерушимо, что всегда дает четкое определение физической величины. Так вот. Давайте поговорим, немножко разберем детально. Рабочие средства измерения – это то, чем мы меряем регулярно, каждый день. Это та же самая линейка. Да, у нее очень... А, к сожалению, мои педагоги вбили мне это в голову средства. Ну, да, просто был один случай, когда я так сказал. Мне сказали, что средства есть только в аптеке от поноса. Ну, да ладно. Опустим это, не записываем. Хорошо. Рабочие. Да, хорошо. Давайте так. Рабочие средства измерения... Давайте лучше будем средства, так будет более понятно. Рабочие средства измерения – это то, чем мы пользуемся регулярно, каждый божий день. Это та же самая линейка, которую мы меряли в стол в самом начале нашего урока. Это тот же самый штангенциркуль рабочий, который мы меряем каждый день рабочий диаметр и так далее. Это то, что не требует предельного класса точности, не требует минимальной погрешности, но тем не менее передает значение физической величины эталона. Так, теперь что же такое эталон? Эталон – это то же самое, грубо говоря, мера, то же самое средство измерения, но с максимальным классом точности, минимальной погрешностью, приближенной к идеальным. Это эталон. Напомню, эталон у нас есть килограмм, у нас эталон есть метр. Сейчас, одну минутку сработает, это нет? Алло. Так, про эталоны все понятно. Теперь, смотрите, поговорим мы о рабочих средствах измерения, RSI сокращенно. Рабочие средства измерения, в первую очередь, предназначены для проведения технических измерений в условиях производства, в условиях выездных каких-то работ, допустим, в условиях, которые не блещут идеальными показателями, или когда нужно просто произвести точный замер. По условиям применения рабочие средства измерения могут быть лабораторными, промышленными, полевыми. Напомню, с эталоном большинство операций это сравнение. Эталоном нельзя мерить, ни в коем случае. С эталоном можно только сравнивать. Рабочие средства измерения, вот чем можно мерить. Лабораторные, обычные рабочие средства измерения лабораторные, как вы можете видеть на картинке, это лабораторные весы. У них точность измерения максимальная, приближенная к эталону, погрешность минимальна, но они требуют определенных условий измерения, они очень чутки к перепадам влажности, к нагреву, к ударам. Этими средствами измерения лучше проводить либо экспертизу на подтверждение металлургических характеристик, либо же какие-то входные контроли, но выборочные, и лучше всего в лабораторных условиях. Промышленные. Чуть-чуть похуже лабораторных средств измерения, тот же самый штангенциркуль, но тем не менее без сильнейших перепадов, без сильнейших погрешностей. Умеренный класс точности обычно у них, и предназначены они для работы метрологами и инженерами ОТК на производстве, то есть входной контроль сетапов производства, выходной контроль, замеры и так далее. Обычно ими работают службы ОТК, службы качества на производствах. Соответственно, последний класс это полевые, у которых предел точности минимален, погрешность обычно составляет львиную долю, хорошую такую. Предназначенный просто для получения физических параметров величины, либо же объекта, применяется, следует из названия, в полевых условиях. Приехали, допустим, вы к человеку замерять диаметр колеса комбайна, допустим, вы используете обычный метр, и это и есть полевое средство измерения. Оно даст потрясающую неточность, но тем не менее вы узнаете диаметр. Эталоны. Теперь поговорим о них. Эталоны являются высокоточными средствами измерения, но опять же, я повторюсь, что измерять ими это самое последнее дело. Когда вы не уверены в полученных результатах, вам нужна максимальная точность. Эталоны используются для проведения металлогических измерений в качестве средств передачи информации размера единицы. Опять же, повторюсь, эталонами мерить только в крайних случаях. Эталоны – это сравнение. Вот есть эталон у вас, вы сомневаетесь в значении, измерьте, сравните, померьте массу, ладно, бог с ним эталоном. Но это тогда, когда очень спорный вопрос. Просто эталон – это обычный объект, который подвержен воздействиям, и его легко можно превратить вне эталона, в рабочее средство измерения. Что ж, последний наш слайд – это металлогические свойства средств измерения. Сейчас мы все, я напомню, все это время мы говорили о средствах измерения, и теперь мы поговорим о небольших характеристиках. Металлогические свойства средств измерения – это свойства, влияющие на результат измерения и его погрешность. Соответственно, я напомню, да, у нас есть полевые, лабораторные и производственные средства измерения. Так вот, металлогические свойства у лабораторных и полевых будут разительно отличаться. Металлогические свойства – это и цена деления, которые изображены на устройствах, которые изображены на устройствах, на средствах измерения. Металлогические свойства – это и качество, с которым сделано средство измерения, и точность, с которым оно сделано. И эталон, который взят для этого средства измерения в качестве физической величины. Это и материал, из которого сделано средство измерения. Согласитесь, что линейка из глины с насечками намного будет давать большую неточность по сравнению с линейкой из металла. Металлогические свойства средств измерения – это те свойства, которые влияют на результат измерения и его погрешность. Но об этом мы также дальше остановимся в дальнейшем, поговорим более подробно. Диапазон измерений – это область значений величины, в пределах которых нормированы допускаемые пределы погрешности. Допустим, у нас, ну невозможно, честно скажу, невозможно задать диаметр точь-в-точь. Допустим, 6,676 тысячных. Вы все равно получите 6,675, 677. И вот, это ваше значение будет. Поэтому допускается, всегда есть допуски. Допуски бывают, в зависимости от объекта, бывают либо минимальные, ну, либо же с хорошим запасом. И вот, как раз-таки, допустим, допуск у нас есть, допустим, берем метр, да, и допуск у нас есть в 2 сантиметра, буквально. То есть, метр – это плюс 2 сантиметра и минус 2 сантиметра. То есть, значение в промежутке от 1 метра 2 сантиметра, ну, допустим, значение в промежутке от 102 сантиметров и до 98 сантиметров попадает в этот допуск. И, соответственно, мы можем такой объект пропустить. Сказать, да, он соответствует. То есть, если у нас установлены пределы погрешных, которые различаются в 2 сантиметра, и мы в них попадаем, то все хорошо. Если мы за них выходим, то либо же проводим еще раз измерение объекта с помощью лучших средств измерений, либо же отбракуем объект. Значение величины, ограничивающий диапазон измерений снизу и сверху, слева и справа, называют, соответственно, нижним и верхним пределом измерений. То, о чем сейчас я говорил. Нижний и верхний предел – 102 сантиметра – это верхний предел, 98 сантиметров – это нижний предел. Ниже опускаться нельзя и выше подниматься нельзя. Порог чувствительности. Наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает заметные изменения выходного сигнала. Многие слышали такое значение, что прибор менее чувствителен, прибор слабый, у прибора сильная чувствительность. Банально можно взять обычный металлоискатель, да? У него тоже есть своя чувствительность за счет катушки и за счет обрабатываемого блока. Кстати, там тоже используется совокупность средств измерения, системы измерений. Ну да ладно. Порог чувствительности. Есть предел, допустим, у металлоискателя есть предел. Он не реагирует, ну, обычный рядовой возьмем, он не реагирует на объект маленького размера, то есть минимального, меньше монетки. Он не будет на него реагировать, потому что ему не хватает как раз-таки порога чувствительности. То есть на нем стоит катушка, которая по порогу чувствительности не может уловить сигнал от этого объекта. И она его пропускает. Так вот, порог чувствительности прибора – это минимальное значение, на которое начинает реагировать прибор. Все, что меньше этого значения, прибор не может реагировать на это значение, грубо говоря, на эту чувствительность. То, что выше, он начинает реагировать. В принципе, опять же, когда заведем разговор за порог чувствительности, просто вспомните металлоискатель. Продолжение следует...